Минпросвещение запустило акцию «Знай свою историю». Минпросвещение запустило акцию «Знай свою историю». 16.16. Москва, 25 фифрия новости. Министерство просвещения России после скандала из-за шутки о генерале Дмитрие Корбышеве запускает акцию «Знай свою историю», в рамках которой призывает россиян делиться историями о людях, чьи подвиги способны вдохновить целые поколения. Широкий общественный резонанс вокруг шутки, прозвучавший в 2013 году в одном из выпусков популярного телевизионного шоу ТНТ, начался после того, как в эфире авторской программы «Бесогон» на телеканале «Россия-24» режиссер Никита Михалков назвал овцами участниц за шутку про Корбышева. После этого одна из участниц сценки артистка Наталья Медведева в своем Instagram принесла извинения и объяснила, что думала, что эта фамилия вымышленная, и она не является автором шутки. Номер был написан автором Мишоу, утвержден художественным руководителем проекта и одобрен продюсерами канала ТНТ. 12-8 внук Корбышева потребовал возбудить дело против «Комеди-вумен». Его память увековечена, и неуместный юмор со стороны телеканала ТНТ вызывает лишь обоснованное негодование у тех, «Кому дорога история нашей страны? Мы запускаем акцию «Зныв свою историю», в рамках которой призываем делиться историями о людях, чьи подвиги способны вдохновить целые поколения. Поделитесь ими», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Ранее в понедельник внук советского генерала Дмитрия Корбышева сообщил РИА Новости, что обратился в СК с просьбой проверить текст шутки о его деде. Генерал Дмитрий Корбышев погиб в 1945 году у немецком концлагере Маутхеузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе. 23 февраля, 10.57 в шутках «Комеди-вумен» нашли оправдание фашизма.